итак добрый вечер уже осенний вечер всем кто подключается напрямую кто подключился уже кто смотрит трансляцию на ю тубе и всем кто будет смотреть записи мне приятно что вы подключаетесь что вам интересно и поэтому мы продолжаем вернее сегодня мы заканчиваем очередной цикл по дубликации которые называются первые шаги свой собственный бизнес мы говорим о том что наша система дублирования она состоит из восьми задач которые каждый из нас кто строит структуру кто ставит своей целью работать в компании работать в проекте эта работа кто-то и выполняет играючи а для кого-то это действительно труд этому нужно учиться и для того чтобы этот весь процесс хорошо мог осуществляться мы должны понимать что у нас есть восемь задач которые необходимо понимать уметь решать уметь выполнять уметь доносить их до наших команд для того чтобы наш бизнес был успешный поэтому и цикл дубликации назван простые шаги к успеху да или первые шаги в свой собственный бизнес как как хотите так и называйте но восемь задач нам необходимо восьми задачами так сказать нам необходимо овладеть восьми навыками может быть так можно сказать я извиняюсь у меня немножко простуженный голос я вернулась из очередной раз из мариной горки в конце вебинара я вам расскажу и видать где-то на границе меня наверное просквозило меня зовут федорова любовь я являюсь региональным куратором латвии и читая вебинары по дубликации для всего русскоязычного пространства можно так сказать это для россии для прибалтики для азии для народов которые говорят на русском языке и так мы сегодня будем рассматривать последнюю задачу это работа с возражениями когда-то это для меня был самый сложный пункт как в освоении в осуществлении так и в вещании потому что когда ты сам умеешь хорошо работать с возражениями когда ты их не боишься ты об этом можешь с легкостью говорить и передавать свой опыт когда ты сам еще трясешься когда ты сам еще боишься какого-то каверзного вопроса то конечно и как бы хорошо ты не знал теорию но если ты сам не можешь ее применить на практике то естественно ты не можешь этому научить других людей поэтому самое главное в работе с возражениями это аргументация которой мы должны владеть в полном объеме то есть у нас должны быть аргументы на любое возражение и есть даже такое понимание как шаги профессиональной аргументации первые шаги которые мы делаем для того чтобы этих возражений возможно даже было меньше если мы правильно сделаем первый контакт если мы правильно сделаем первую нашу беседу выстроим правильно да самое главное создать атмосферу взаимопонимания то есть в обязательном порядке нужно рассказать свою историю и ее не нужно придумывать у нас у каждого есть своя история и она по-своему интересно может быть кто-то зашел в проект легко и просто вот так и скажите мне это настолько понравилось мне это на меня настолько это расположила к себе вот эта информация проекте там или антон едуардович если допустим его какое-то выступление увидели дали его идею вот то есть если вы так скажете вот искренне честно то это и будет располагать человека вашего собеседника к вам потому что самое главное быть честным если вы с боем туда зашли то так и скажите что если по сопротивление было я там боролся там со своим пригласителем я вредничал я задавал каверзные вопросы я придумывал самые невероятные возражения чтобы испытать нервную систему моего пригласителя да такие люди тоже есть и на моем опыте есть такие люди которые специально это делали вот то чем мы сейчас говорим сегодня говорим о возражениях есть люди которые совершенно ни в чем не сомневались но намеренно задают какие-то каверзные вопросы вот поэтому о них можете говорить о себе можете говорить это очень правильно и очень нужно например я свою историю мне кажется что моя история совсем не интересно но когда ее рассказала где-то на презентации мне люди аплодировали и сказали слушайте но это здорово да да здорово потому что действительно так совпало такой шанс пришел в вашу жизнь и вы это осознали да например в какой-то момент по молодости когда мы смотрели очень много уже на западных фильмах нам пришли и и там часто показывался такой сюжет когда сидят акционеры и вот они решают какие-то там проблемы и я понимаю вот они акционеры вот они пришли на собрание посидели какое-то решение приняли проголосовали и ушли они ничего не делают и деньги к ним идут я хочу быть акционером ну и давай искать как что даже какой-то у меня был русский американец или американские русские даже не могу сказать человек который живет в америке приезжал в латвию и я его спрашивала вот по поводу акции какие акции лучше купить и мне сказали о возьми акции кока-колы вообще не прогадаешь я полезла их искать я полезла искать их цену когда я видела что на тот момент одна акция кока-колы стоила 370 евро долларов я подумала боже мой когда они мне этот доход принесут ведь я ж не могу купить одну акцию вернее у меня есть денег на одну на две на пять акции да но я же понимаю что их надо очень много чтобы этот был доход чтобы как раз осуществилось мое желание ничего не делать получать доход ну вот я поняла что нет так он так у меня наверное пока что не получится финансов нет вот но тут же пришли еще новые стартапы появились в интернете везде прям все везде за за шумела пошла информация что очень много стартапов нужно вкладывать деньги там я начала изучать что такое стартап и подумала вот акции взять допустим кока-колы я не могу потому что они уже приносят доход и они дорогие а вот акции какого-то стартапа вот это было бы классно потому что ты понимаешь что ты приобретаешь акции ниже себестоимости потом при выходе на рынок у тебя уже либо есть полная стоимость которая уже выросла твой вклад уже вырос да в разы вот а дальше если этот стартап пошел дальше работать развиваться мы все мышь мы все в шоколаде и то есть я подумала вот я хочу стартап какой-то и вот мои два запроса как два в одном раз и пришел ко мне проект на тот момент который назывался skyway до наш наш юсти на сегодняшний день и я поняла вот он шанс вот он шанс ты хотела акции ты хотела стартап вот тебе два в одном либо ты сейчас используешь этот шанс либо до свидания твои на твои 100 лет хуже шанс один появился и либо использую либо до свидания жди еще 100 лет ну и конечно там еще так совпало что очень быстро был первый кофеста когда еще познакомилась а конкретно свинницкий уже увидела этого человека то я поняла что я не ошиблась что я правильно выбрала правильный путь вот я к чему хочу сказать что у всех у всех у вас есть разные истории но когда эта история вами пережитая когда она не придуманы то эта история обязательно сделает свой плюс в разговоре с человеком она сможет расположить человека к себе потому что он поймет что вы говорите правду естественно очень важно понимать когда вы рассказываете о проекте что вас правильно поняли что вы можете задавать вопросы прежде чем перейти к предложению да прежде чем пригласить человека в проект когда вы только рассказываете о том чем вы лично занимаетесь вот здесь очень важно выяснить чтобы человек понимал полностью чем вы занимаетесь разъяснить уточнить задать свои какие-то вопросы это все как раз вот эти вот первые шаги профессиональной аргументации они сводят на нет те возражения с которыми вы можете встретиться дальше человек либо уже более глубокие вопросы при глубоком анализе уже информация задает более серьезные вопросы ну либо конечно сопротивление тоже может быть вот либо он вас понял и у него в принципе уже и этих возражений нет да но чаще всего у людей есть такая первая реакция она называется защитная реакция когда человек вдруг осознает что вы от него чего-то хотите что вы не просто ему что-то рассказываете а чего-то хотите у него как стена такая раз и начинают возникать какие-то иногда очень глупые возражения там у меня друзья засмеют но чаще говорят у меня нет денег у меня нет времени очень часто говорят что это пирамида когда мы говорим что у нас есть элементы млм вот что ничего вы не построите что вам все равно ничего не дадут что на рынке всего полно что вас конкуренции много то есть это все первая защитная реакция и вот когда начинаются мы можем иногда даже на это не обращать внимание потому что пока человек с нами разговаривает мы разговариваем да и мы можем не акцентировать внимание мы потом можем беседе сказать вот ты начал с того что сказал что у тебя то да то да то да вот и тогда уже привести аргументацию но возможно даже что человек скажет да нет это я так это я так потому что действительно очень часто у людей из первая реакция чего от меня чего-то хотят надо закрыться да и они закрываются даже на самом деле когда мы включаем какие-то возражения есть три причины почему человек возражает первое у него есть сомнения в целесообразности покупки то есть клиент у нас запрашивает дополнительные аргументы для принятия решения то есть нам необходимо ему показать выгоды и рассказать ну то есть дать ему понять что что ему это нужно что-то будет очень важно если он примет в этом решение в этом участие да то есть ему нужны аргументы вторая причина это потребность сборе дополнительной информации то есть он не все понял он не понял технологии он не понял выгоды он где-то чего-то не допонял ему не хватило информации поэтому мы даем ему эту информацию вот и третье это может быть действительно отказ когда ему могут он возражает только потому что он не может нам сразу сказать нет и нам нужно это почувствовать да он может это делать даже из-за какого-то давления да он хочет уйти от контакта ну тоже причины могут быть разные но он нам хочет сказать нет то есть возражениями он возражениями может нам сказать ты меня не убедил я не понял что мне это надо вообще-то или не надо он возражениями другими совершенно словами может нам сказать мне не хватило информации для принятия решения и теми же возражениями да это ерунда да это пирамида а на самом деле он хочет сказать извини пожалуйста я ну мне это не интересно нет просто нет да но он не может это сказать и вот нам в разговоре очень важно это почувствовать чтобы нам понимать что нам дальше делать потому что людей вот в этих вот в отношениях к делу в отношениях к целям можно разделить на три типа и проще всего их делить ссылаясь на игру ну допустим игра в хоккей да у меня пример уже из хоккея поэтому давайте возьмем игру в хоккей да существуют игроки существуют аутсайдеры и зрители и когда человек начинает нам возражать вот когда мы начинаем с ним моему да он говорит нет мы должны понимать кто перед нами если перед нами игрок тогда мы с ним прям мы довольны мы рады что перед нами игрок и мы понимаем четко какую ему нужно дать дополнительную информацию потому что игрок это человек который знает что такое риск он знает что такое победа он ему нужно точно и четко информация для принятия решения да то есть как девиз игрока я готов рискнуть чтобы достичь цели на и лучшем способом да ты мне расскажи тогда как нужно ты мне расскажу что нужно делать я буду делать все я готов может быть перед нами аутсайдер это человек который знает что такое риск знает что такое проигрыш он уже падал не смог стать либо проиграл и получил разочарование от проигрыша но у него в памяти есть вернее у него есть память победы у него есть память действий поэтому аутсайдера очень легко перевести в категорию игрока с аутсайдером мы действительно работаем мы спрашиваем узнаем что ему что ему еще надо что потому что этот человек готов рисковать он знает что такое риск да но немножечко пока что он притормозил вот но есть люди которые зрители это мы их еще называем диванные критики диванные аналитики вот такие советчики которые абсолютно все знают сидя перед телевизором глядя игру хоккей они абсолютно знают кто правильно бьет кто неправильно кто плохо защищает ворота а надо было с той стороны а надо было стой они этому телевизору 20 раз это скажут да но на самом деле сами с дивана не встанут точно так же они по бизнесу да я знаю да это тут а это село у них этих возражений будет столько что даже если мы захотим сами сейчас сесть и придумать список этих возражений мы не придумаем столько сколько есть у этих диванных критиков поэтому очень важно чтобы мы их распознали сразу и не тратили на них свое время потому что для возражений что главное мы должны понимать вот мы встречаемся с возражениями какие наши действия первое нам нужно осознать что человек имеет право сомневаться да какими словами он это выражает это его собственное дело это но это его такое вот выражение своей реакции да но мы осознаем да он имеет право сомневаться потому что не знает всю информацию о той проекте куда мы его зовем он еще не знает всего того что мы ему хотим рассказать поэтому он может сначала ну да такая может быть реакция хорошо когда эти возражения в виде вопросов да тогда мы можем на них отвечать это это здорово у нас когда есть дискуссия тяжелее когда ой да это пирамида ой да это обман тогда сложнее но мы с этим умеем работать дальше мы должны принять да он сомневается да он имеет право да у него нет информации то есть я у себя внутри должен принять что это он сомневается это нормально это нормально но наша задача нейтрализовать это возражение нейтрализовать это сомнение я всегда привожу один и тот же пример может быть я что-нибудь придумаю другое но он мне очень понятен если вы налили в кувшин воды под самую завязочку но у нас есть еще и сироп и мы хотим сделать чтобы эта вода была сладкой то сироп нам пока что добавить некуда нам нужно отлить воду потом добавить туда сироп вот то же самое с возражениями если человек полон возражения он говорит нет 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 я знаю я знаю я он сопротивляется дайте ему это выплеснуть пусть он скажет во первых вам легче будет работать с ним потому что вы уже будете понимать что точно его гложет какие точно у него есть сомнения вы будете понимать какую информацию ему нужно давать да а потом когда он все это выплеснет там появится место для новой информации вы ему дадите эту информацию все это абсолютно нормальный такой механизм работа с возражениями есть еще целый алгоритм от которым мы сейчас поговорим прямо с примером как нужно произносить какие фразы алгоритм прям такой от работы отработки возражения но вот механизм он такой осознать принять и нейтрализовать все на самом деле не сложно вот ну и что нам нужно для этого нам нужны три базовые группы для аргументации аргументации то есть первое это мы говорим характеристики транспорта все 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 что несет этот транспорт по своим характеристикам насколько он удобный насколько он кондиционированный сколько он безопасно экологичную для человека для природы дальше мы говорим о выгодах для чего он к кому и как он выгоден для Он выгоден для всех. Он выгоден для планеты, он выгоден для людей, которые будут ездить, потому что это скорость, это здоровье, это экономичность. Он выгоден тем же животным, что он не будет их сбивать. То есть мы собираем все выгоды, какие есть. Плюс выгоды, которые можно получить, участвуя в проекте сегодня и сейчас, финансируя проект. И какие выгоды мы можем получить. Что мы можем зарабатывать, получать прибыль в краткосрочном, долгосрочном периоде. И третье это доказательства. Благо, что сейчас доказательства, пожалуйста, сколько угодно. Экотехнопарк Марьиной Горки, инновационный центр в Шарше. Пожалуйста, роликов миллион. Возможности поехать тоже у многих она сейчас есть. Сейчас вот приграничные страны к Беларуси вообще могут ездить без визы до конца года. Полностью визы отменены. Поэтому я сейчас уже третий раз за месяц побывала в Марьиной Горке, побывала в Беларуси, в Минске на экскурсию. Ездили с семьей, потому что решили, что нужно воспользоваться этим моментом, что можно поехать туда без визы. Поэтому, пожалуйста, за руку взяли своих сомневашек и показали. Приехали, показали. Благо, сейчас можно прямо на территории, практически на территории экотехнопарка остановиться. Огромный комплекс, гостиничный комплекс, акварель, выстроенный вокруг. У нас получается, что экотехнопарк расположен на 36 гектарах. А еще вот так вот вокруг буквой Г 180 гектаров дополнительной земли с озерами, с проливами, каналами, двумя большими комплексами отдыха. То есть построено все там же, как бы все это хозяйство Юницкого, фермерское хозяйство Юницкого. Вся территория потихоньку приводится в порядок и расстраивается. Озера вычищены. Некоторые каналы прорыты. Новое озеро, царь озера выкопано для спортивной рыбалки. Запущена шикарная рыба. Там белуга 100-килограммовая на сегодняшний день плавает. Это уже один раз выловили спортсмены, выпустили, взвесили, выпустили, сфотографировались. И сейчас вот весь этот сезон там прям такая вот охота на эту рыбину. И что самое интересное, у них домики, в которых можно остановиться, в которых можно жить, они расположены так, что практически с каждого домика можно увидеть наши трассы. С одной стороны озера так поставлено, чтобы красивый был вид, а с другой стороны трассы. Последний раз я ездила, у меня прям совсем было перед окнами озеро, а за озером трасса. То есть настолько красиво, особенно для нас, для инвесторов, это такое благо вот это все увидеть. Поэтому очень рекомендую съездить, очень рекомендую собраться группами, вот как мы Латвийская небольшая группа, литовцы сейчас второй раз поедут небольшой группой. Самим организоваться и съездить. И вот это и будут доказательства, отвезти туда своих новичков, своих приглашенных. И рассказать об этом чуде и показать его воочию. А вот сейчас к Новому году, когда запустится первая действующая трасса, мне кажется, это вообще будет такой шедевр, когда можно будет по территории базы отдыха передвигаться на юнибайке, о каком-то ли юнибусе, но не могу сказать, что именно они запустят, но наверняка какой-то там 14-местный точно, да, не будет там какой-то двухместный. Извиняюсь, першит гор. Итак, переходим к алгоритму. Какой же алгоритм отработки возражения? На самом деле все очень просто. Он делится на шесть пунктов. Первое – присоединение, объяснение присоединения, факт, аргумент, цель диалога и окончание взаимодействия. И сейчас что это такое? Что такое присоединение? Это когда мы присоединяемся к мнению клиента. Это вот когда клиент нам говорит, это не так. И то, что мы говорили о сознании, да, он имеет право это сказать, поэтому я с ним соглашусь сначала. То есть дать понять, что его сомнения имеют место быть. И тем самым мы снимаем сопротивление с того, что мы будем говорить дальше. Анастасия, очень хорошо, что вы об этом заговорили. Да, я с вами согласна. Такое сомнение может быть. То есть мы присоединяемся к возражению. Первый момент. И дальше мы объясняем, почему мы это делаем. Мы усиливаем эффект своего присоединения, объясняя, откуда такое мнение может быть. И это покажет, что вы на самом деле принимаете и учитываете такую точку зрения, что вы с уважением относитесь к его точке зрения. И мы говорим, да, я тоже считаю, что при выборе финансового партнера в первую очередь важна его репутация. Или мы говорим, да, конечно, я знаю, действительно есть, если мы там, допустим, хлоп, нам сказали, пирамида. Да, я согласна, я понимаю, откуда у вас такое мнение. Потому что очень много компаний обманули людей, потому что они были действительно финансовыми пирамидами. То есть мы согласны с этим мнением. Но тут же мы приводим факт, который есть, просто факты. То есть мы приводим факты, которые конкретно к этому возражению относятся. Вот мы говорим, да, компания наша, СВЦ, на рынке с 2015 года, у нас более 400 тысяч человек приняли участие, стали нашими партнерами из 210 стран мира. И у нас были международные выставки, на сегодняшний день, наверное, 21 выставка, надо уточнить информацию, испытательные центры в двух странах, более 10 видов подвижного состава, на сегодняшний день 12. Поэтому, то есть мы, факты и цифры, это очень важно. И имея такие достижения и результаты, мы не готовы рисковать своей репутацией. Или в виде вопроса поставим. Как вы думаете, имея такие достижения, мы будем рисковать своей репутацией? Да, то есть мы вот этот вот аргумент с теми фактами переплетаем. То есть у нас есть это, это, это. Поэтому мы не будем рисковать репутацией. Эти все достижения мы вот сделали за 7 лет. Нам не надо сейчас уже людей обманывать. Если бы мы захотели людей обмануть, зачем нам 7 лет тратить эти деньги и вкладывать в этот проект, если мы могли 2-3 года собирать деньги и исчезнуть? Правильно? А такие миллионы вкладывать. Вот. И дальше мы понимаем, что у нас же была какая-то цель, почему мы с этим человеком заговорили. И тут мы приходим к своей цели. То есть если наша цель – пригласить его на какую-то расширенную презентацию, на какой-то вебинар, на какую-то, может быть, более длительную встречу с нами лично, то нам нужно обязательно это сделать. Это была наша цель. Поэтому мы должны обязательно перейти к своей цели, получить обратную связь. И вот поэтому, для того, чтобы больше вы могли узнать, допустим, я приглашаю вас на встречу. Или на встрече подробно смогу вам рассказать о том, как вместе с нами инвестировать, как можно получить хорошие результаты, как вам будет удобно. Востолько и востолько. Помним, что мы всегда предлагаем 2 времени. Для того, чтобы человеку было легче выбрать. Мы предложим 3 времени, он обязательно попросит у нас 4. Поэтому мы предлагаем 2 времени. Либо мы говорим, если это не личная встреча, а мы говорим, как вам будет удобно, послушать завтра вечером вебинар, допустим, Артема, или через 2 дня вебинар Владимира Волкова, та же презентация технологии. То есть мы предлагаем каких-то 2 времени. Ну и, естественно, получаем обратную связь и фиксируем договоренность. Ну тогда хорошо, отлично. Тогда я вот там в мессенджере, мы говорим там в WhatsApp, в Telegram, о чем мы договорились. Я еще раз продублирую все детали нашей встречи, о которой мы только что договорились. Все, я тогда с вами прощаюсь. И до встречи. Желаю вам хорошего дня. Благодарим за уделенное время. И таким образом, смотрите, что у нас получается. Нам человек начал возражать. Да, он начал говорить, что да нет, это все развод. Я знаю, что деньги собирают, потом исчезают. И неизвестно вообще, где их потом искать. И мы говорим, Анастасия, очень хорошо, что вы об этом заговорили. Потому что я тоже считаю, что при выборе финансового партнера в первую очередь важна его репутация. Но наша компания на рынке с 15-го года, у нас более 400 тысяч активных партнеров из более чем 200 стран мира. и международные выставки, в которых мы участвовали, испытательные центры в двух странах и более 10 видов подвижного состава. Как вы думаете, имеют такие достижения и результаты? Неужели мы будем рисковать своей репутацией? Поэтому для того, чтобы больше узнать о проекте, чтобы я могла рассказать вам о том, как вместе с нами инвестировать, какие можно получить результаты, давайте мы договоримся о следующей нашей встрече. Как вам будет удобно, завтра или послезавтра. Отлично, тогда я вам в Телеграме продублирую все детали. Ещё раз напомню о нашей встрече. Сегодня я с вами прощаюсь, благодарю за то, что вы уделили мне время. И желаю вам хорошего дня. То есть мы не испугались, мы сказали, да, хорошо, конечно, ты имеешь право возражать. Имеешь право сомневаться. Есть очень хорошие фразы, для завершения сделки. Я их до сих пор не поменяла, потому что они мне нравятся. Когда мы можем человеку сказать, вот ты информацию всю получил, и пойми только одно, что с тобой или без тебя проект всё равно реализуется. Потому что я в нём уверен, потому что я в проекте давно, потому что я вижу, что происходит, я вижу, что нет никакого обмана. Да, поэтому я совершенно в этом уверена, я совершенно спокойна. Я вижу, какие работы проделываются. А на сегодняшний день, ребят, ну у нас действительно уже подписаны коммерческие контракты. Но очень мы надеемся, что Анатолий Дартович их уже в своём годовом отчёте сейчас уже сможет наконец-то озвучить. Да, потому что целый год над ним идёт работа и достаточно такая серьёзная работа. Но мы человеку говорим, что с тобой или без тебя проект реализуется. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты был в моей команде, или мне хотелось бы быть с тобой в команде. То есть вот это вот объединение в команду, это очень хорошее выражение, такой хороший посыл, когда мы приглашаем человека. Мы не приглашаем его поработать на меня и принести мне реферальный доход. Вот хоть мы и будем об этом говорить, мы будем с маркетингом его ознакомить в обязательном порядке, и он будет понимать, что мы с него получим доход. Но когда вы не акцентируете на этом внимание, а говорите, что мы команда, и мы будем создавать классную команду, мы будем делать группу, мы будем делать там структуру. Сейчас уже даже решили, что слово структура не будем говорить, будем говорить команды для того, чтобы сплачивать людей прямо сразу с первых дней, как только они начинают регистрироваться. И это очень важно. Мы даже когда были на курсах по ораторскому искусству, и вот наш преподаватель, он сказал, что это очень хорошее выражение, потому что я хочу, чтобы ты был со мной в одной команде. это очень правильное приглашение в бизнес. Поэтому я эту фразу оставляю. И ещё одна фраза, которая работает, на 100% работает, потому что её нужно осознать. Транспорт поедет и без вас, но в этот момент мир разделится на две группы людей. Будут те, которые платят за проезд и те, которые получают от этого прибыль. Ребята, третьего нету. Третьего нету. Либо те, кто будет платить за проезд и ездить, ну или не ездить, либо те, которые будут получать с этого свой доход. Всё. И мы говорим, тебе важно понять, в какой группе ты будешь. Тебе важно понять, в какой группе ты хотел бы быть. Или потом мне говори, что ты об этом не знал. Я сейчас тебе об этом наглядно вот сказала, разложила всё по полочкам. Это тоже очень работает. У меня лично это сработало и неоднократно. Очень хорошо ещё работает техника Бенджамина Франклина. Когда человек там возражает, мы говорим, давай поиграем в такую группу. Вот мы взяли лист белой бумаги, разделили его на две колонки, и на одной стороне мы пишем преимущества. Сами своей рукой записываем преимущества всего. Всего нашего предложения. И преимущества проекта, и преимущества принятия участия в этом проекте. Мы пишем всё-всё-всё-всё-всё. Все плюсы, что мы только можем, о технологии, о заработке, обо всём, обо всём. А потом просим клиента, вот после нашей презентации, как он понял, вот он ещё в чём-то сомневается, написать минусы. То есть мы написали плюсы, он пускай сам напишет минусы. Те, которые вот он на сегодняшний день видит. Что это даёт? Первое. Он наглядно увидит, что плюсов больше, чем минусов. А это будет так. Если вы человек проекта, если вы, тем более, чем дольше вы в проекте, тем больше вы плюсов напишете, потому что вы их видите, вы их знаете. Вот. То есть плюсов всегда будет больше. И второе, полезность вторая, от этой своего рода игры, вы будете видеть, что ещё недопонял человек, в чём он ещё сомневается и на какую тему вам нужно найти материалы или аргументы, чтобы дать ему рассказать. Это не делается всё в один день. Это не делается, чтобы там задавить человека. Да, иногда бывает дискуссия, там, два, три, четыре часа, и в конечном итоге оба такие, ух, ну, наконец-то, да, и всё, сделка состоялась. Вот. Есть такие люди, которые хотят довести до конца, они просто будут задавать вопросы, они будут разбираться в чём-то. Вот. Но это как один из этапов, да, после того, когда человек получил информацию, у вас получается обратная связь. Я хочу несколько, буквально несколько, ещё таких скриптов дать, как отвечать и как не бояться, когда есть аргументы, когда есть вопросы. А у меня нет денег, всё, я не буду, что там надо, вот вам нужны люди с деньгами, и мы говорим, что вообще-то с этого возражения очень многие люди начинают, им не стыдно признаться, что у них нет денег, даже если они у них есть. И очень часто бывает человек, который говорит, у меня нет денег, и ты начинаешь ему рассказывать, что ты можешь начать с минимума, и предлагаешь ему инвестицию в 50 долларов, а он берёт рассрочку на тысячу. Понимаете? Вот. Поэтому, и такое часто, вы сейчас улыбнётесь, потому что я думаю, что у вас очень часто такое бывает, и ты просто сидишь и думаешь, я тут распинаюсь, чтобы он хотя бы на 50 что-то там, это самое, ему показываю, насколько это будет всё равно ему выгодно, да, а человек только хлоп и берёт, потому что он тут же просчитал, и думает, так, подожди, а зачем мне на 50, если вот хороший пакет? Вот. Поэтому не нужно этого бояться, и самое главное, мы ему говорим, что я с вами сейчас встречаюсь не потому, что у вас есть деньги, а потому что у вас их нет. Я предлагаю вам возможность их заработать. Конечно, вы их сразу не получите, они на голову вам сразу не свалятся, потому что это работа, это такая же работа, как любая другая. Но здесь будет вознаграждение не только за вашу работу, но и за работу вашей команды. Ну, разве это плохо? Всё. И мы начинаем рассказывать, что в нашем маркетинге можно начинать получать прибыль чуть ли не с первого дня, что в нашем маркетинге нет требования ежемесячной активности, как это есть в сетевых компаниях, где какие-то там крема и бады. Да, то есть сетевики это тоже понимают. И для сетевиков это очень хороший аргумент, очень хороший аргумент, что у нас нет требований о ежемесячной активности, что ты для того, чтобы получить свои заработанные бонусы от команды, должен в обязательном порядке сделать свою вот эту ежемесячную выплату. Да, сетевики за это очень схватываются, потому что они понимают, что такое же месячная активность. У некоторых компаний там есть прямо определенные объемы, которые нужно сделать каждый месяц. Вот. Когда говорят нет времени, здесь тоже мы можем сказать, что на эту работу специально отведенное время практически не нужно, особенно если вы имеете какую-то определенную работу, с которой у вас есть зарплата. если вы сможете найти там час в день, два часа в день, прямо чтобы поработать, вы сможете заработать больше. А если вы будете просто во время работы, во время отдыха, во время отпуска просто рассказывать о технологии, просто от души рассказывать, то это тоже будет ваша работа. Но с другой стороны, что если вы поймете, что вы на этом заработаете, вы найдете это время, оно всегда появится, потому что у нас всегда есть время на то, что мы очень хотим. То есть если это наше хобби, и мы очень это хотим, если мы очень хотим пойти в какой-то поход, если мы очень хотим купить какую-то вещь, мы найдем для этого время, мы найдем для этого деньги. Вот. Поэтому если человек захочет, он найдет на это время. Вот. Многие говорят, ой, я не знаю так много людей, чтобы сделать там какую-то команду. Мне этот вопрос тоже нравится, это возражение тоже нравится, потому что я говорю, я вас очень понимаю. Но когда я начал понимать, скольких людей я знаю, я просто обалдел, потому что изначально я тоже не знала, сколько, что я не знаю так много людей. И я начинаю рассказывать вот это вот задание, упражнение с написанием списка из ста имен, да, о котором мы тоже говорим на вебинарах. То есть мы человеку рассказываем вот эту вот даже шуточную игру, когда мы начинаем вспоминать там усатых, полосатых, очкариков и лысых, да, и когда мы вот по ассоциациям сами сможем написать такой огромный список, от которого мы сами обалдеем, потому что нам, мы своим глазам не поверим, что мы столько людей знаем, оказывается. Ну вот. И с другой стороны, потом, когда мы говорим, вы понимаете, что вы на самом деле знаете много людей, но очень важно еще, чтобы вы не принимали вместо них решение. Дайте возможность им узнать об этой технологии, расскажите им, расскажите всем, кого вы свой список сможете вставить, потому что опять я возвращаюсь к тому же, когда мы находим человека и думаем, у него очень мало денег и надо ему предложить самый маленький пакет, а он говорит, что ты мне такой маленький пакет предлагаешь? Ты знаешь, что человек все время плачется, потому что у него нет времени, у него нет денег, у него нет ничего. И вдруг он берет и такой хороший, ну такой классный, выгодный пакет берет, да? И поэтому мы думаем, да, а я вот подумал, а вот и у меня было мнение об этом человеке. Не надо вместо него принимать решение, нужно просто дать ему возможность узнать о проекте. Когда говорят про пирамиду, мне тоже очень нравится, потому что есть очень хороший аргумент, что пирамида – это система, где продукт или оказание услуг не существует. Вот это и есть финансовая пирамида, что противозаконно и мошенничеством считается, если вы приводите людей, которые дают деньги, но ничего взамен не получают. И потом они получат только тогда, когда кто-то там сдаст деньги, да? То есть это будет мошенничество. Но во многоуровневом маркетинге у нас всегда есть продукт и у нас тоже есть продукт. Поэтому мы уже не финансовая пирамида. Все, здесь уже вопрос закрыт. И мы прекрасно понимаем, что если мы продаем продукт или услугу, и это вознаграждается, это абсолютно захватывает. Это абсолютно нормально. Потом можно еще сказать, что такое на самом деле пирамида. Посмотрите, как управляются большие корпорации, как управляются до обыкновенной, возьмите, предприятия. Есть начальник, есть заместители, есть отделы. И да, всегда тот, кто выше, кто управляет, у него больше ответственности, он больше денег получает. На первых уровнях меньше людей, на нижних, скажем, на верхних уровнях меньше людей, на нижних больше. Но это тоже абсолютно нормально. У нас даже государством управляется в виде вот перемедальной строй управления, так скажем. Вот. Поэтому, ну, тут тоже ничего страшного нет. просто есть выражение финансовая пирамида, финансовая пирамида, это вот там идет обман. Само слово пирамида, пусть вас не пугает. Но когда говорят, моя жена или муж не согласится, могу сказать, тоже прошла через это все, вот, то ничего здесь страшного тоже нет, потому что мы можем сказать, ну, а вы бы согласились с чем-либо, если бы у вас не было никакой информации, либо была бы минимальная информация, неполная информация. Конечно, нет, вы бы тоже усомнились, поэтому неудивительно, сейчас вы о технологии узнали, вы сейчас придете, перескажете 10% из того, что я вам сказала, и ваша жена скажет, да нет, конечно, ты что, дурак, будешь деньги туда вкладывать. Вот. Но она не получила ту информацию, даже которую вы получили. Поэтому лучше, конечно, вместе прийти на встречу, да, давайте договоримся вместе, за чашечкой кофе я расскажу вам, или вашей жене расскажу, там, если, ну, ваши второй половинки, давайте, да, скажем. Вот. И как вы думаете, вам же будет легче принять решение, когда, это сделать какие-то выводы, когда у него будет, допустим, 100% информация, а не какая-то поверхностная, вот, и там 30 минут из того, что, вернее, 30% из того, что ты узнал. То есть ты сейчас узнал какой-то вот кусочек информации, да, а ты принесешь домой вообще там 30% из того, что он сказал. Вот. И когда люди говорят, мне надо подумать, здесь тоже можно задать вопросы, о чем вы хотите подумать, что именно вам непонятно, какой информации вам не хватило. Вот тут вот, когда говорят, мне надо подумать, вот тут вы можете сказать, давай сделаем игру, и вот вы раз, эту технику Бенджамина Франклина, давай вот поиграем в игру, и потом иди думай. И вы отдайте ему этот список с этими двумя колонками, да, и вот пусть думает, когда он будет видеть вот эти вот плюсы и минусы, а вы уже одним глазком увидите, в чем он усомнился, какие он минусы написал, и вдогонку ему вот такой вот ролик, вот такую вот статью еще отправите, ну и пусть подумает тогда. Но если человек действительно хочет подумать, если это не та третья категория, когда он хочет сказать нет, но не может сказать нет, и начинает что-то придумывать, да, мы с вами должны быть такими тонкими психологами, чтобы мы могли это прочувствовать. Вот. И по поводу уверенности в себе хочу сказать, что если человек говорит, мне не поверят, то у этого человека не хватает немножко уверенности в себе, у него не хватает информации, и вы можете сказать тогда, давай так, если ты реально хочешь, то давай будем назначать встречи пока что на троих, чтобы тебе поверили, то есть ты будешь рассказывать, я потом дополню, я тебя поддержу, да, потому что неуверенность может быть у человека, ну, чисто психологическая сама по себе, он не умеет выступать перед людьми, он боится публики, боится чужих людей, да, может быть просто неуверенность в себе, это тоже абсолютно нормально, а еще неуверенность может быть, потому что он не знает всю информацию, потому что может быть он еще сам не со всеми своими возражениями справился, вернее мы с ним проработали, не все еще возражения, да, у него самого еще есть какие-то сомнения, конечно он будет рассказывать о технологии так, что ему не поверят, вот, поэтому здесь очень важно, очень важно, во-первых, поддержать этого человека, а во-вторых, каждому из нас для себя понять, что мы можем погасить любое возражение, только в том случае, когда у нас у самих не останется ни капли сомнения в успехе нашего проекта, когда мы сами будем абсолютно во всем уверены, то мы сможем погасить любое возражение, есть такие возражения, на которые может быть даже вообще не стоит обращать внимание, и мы понимаем, что перед нами такой человек, на который я вообще не буду тратить ни свою энергию, ни свое время, ничего, возражаешь, удачи, оставайся при своем мнении, я тебе сказал, через время ты о нас услышишь, и все, не надо, негативщики нам тоже не нужны, чтобы нас не ломали, чтобы стрейни нам не портили, кому-то доказывать, биться там углом об стену нам тоже не нужно, вот, но опять-таки, вот эти все сомнения мы в себе, если они где-то есть, можем гасить, чем? Тем, что мы будем посещать мероприятия, будем участвовать вот в этих конкурсах, выигрывать, ездить, смотреть, общаться, общаться с Анатолием Довальдовичем, общаться с коллегами из других стран, посещать тренинги какие-то, сейчас у нас опять проделана огромная работа, мы два года работаем уже, он в онлайне уже три почти года, да, и мы потихонечку начинаем оффлайн выходить, мы очень надеемся, что кроме тех тренингов, которые онлайн запущены, мы все-таки сейчас еще будем делать какие-то выездные тренинги, сами понимаете, ситуация в мире такая сложная, но очень хочется продолжать работать, да, и вот одно из таких мероприятий, которые добавляют уверенности, которые добавляют какого-то драйва, да, это вот сейчас была международная научно-техническая конференция по безракетному освоению космоса, она вроде бы к нашему проекту не имеет никакого отношения, но, когда ты видишь, какие серьезные люди приезжают, какие научно-исследовательские институты, лаборатории, биолаборатории, привозят какие-то свои разработки, делают какие-то доклады, и ты понимаешь, что полным ходом идет работа над проектом U-Space, то ты понимаешь, что значит наш проект, наш проект, транспорт второго уровня, он уже настолько проработан, у него все прописано до самого конца, дело только в инвестициях, только осталось собирать инвестиции и выполнять запланированные работы на определенный этап, вот сейчас у нас будет переход на подэтап 14,3, вот для того, чтобы и будет у нас еще четвертый, то есть этот этап разделен на четыре части, будет четвертый, единственное, мы не знаем по длительности, какие они будут, это тоже опять-таки зависит от объемов работы и от тех денег, которые мы сможем собрать, вот, но 15 этап, поверьте, будет стремительным, так вот, коль идет такая серьезная работа над вот уже общепланетарным транспортным средством, то надо понимать, что наш проект, он прописан уже, и там все-все-все известно, что и как будет сделано, то есть это тоже успокаивает, и вот эта международная конференция, она называлась «Безракетная индустриализация ближнего космоса. Проблемы, идеи, проекты». Она была под таким девизом «Земля для жизни, космос для индустрии». Я вам скажу, я попала туда как просто гость, да, я не была приглашенным делегатом, который должен был там выступать, докладом, я была просто гость, просто слушатель, вот, но скажу так, пока шла какая-то техническая часть, когда они там про какие-то стержни, про какие-то охлаждения, про какие-то конденсирования, чего-то там говорили, то есть я понимала, что я ничего не понимаю, всё так классно, всё так интересно, выступают какие-то люди с такими званиями, профессора какие-то, да, но я понимаю, что ничего не понимаю. Но когда речь уже пошла про эко-космо-дом, вот, о создании условий для комфортного проживания людей, которые будут туда на вахту приезжать на работу, как Антуль Дадрич сказал, что люди будут на вахту приезжать на год, вот, и нужно подумать о том, чтобы они этот год жили в хороших, комфортных условиях, вот, и когда начались уже темы по этому эко-космо-дому, там уже мне было всё понятно, мне уже было всё это интересно, то есть там много было тем, вот я несколько выписала, потому что мне хотелось, чтобы передать вам, какие темы вообще затрагиваются, о чём сейчас думает Антон Эдуардович, что он ставит, ну, как нечто важное для тех людей, для их комфорта, которые будут там работать, да, что не только, вот, мы вынесем все производства, вот, мы очистим природу, вот, люди будут ездить туда, работать на год, а здесь мы будем хорошо жить. Нет, он хочет, чтобы и там люди хорошо жили, чтобы и там им было комфортно, чтобы там они кушали не из тюбиков, как наши космонавты, да, чтобы они там ели полноценную пищу, и поэтому было, такие были темы, как создание производства в ближнем космосе на примере отраслей добывающей, обрабатывающей промышленности, комплексное использование бурого угля, реликтовой, солнечной биоэнергетики, определение ключевых параметров технологического освещения для растений, которые будут там выращиваться, использование кровель в здании различного назначения под размещение оранжерей, то есть какие есть оптимальные решения, обеззараживание источных вод в условиях проживания людей в космосе. Значит, там говорилось о, ну вот об использовании гумуса там, да, там выращивание сельскохозяйственных культур, вот была еще какая-то тема, ой, я уже, наверное, сейчас не вспомню, тоже такая вот легкая, простая, которая мне была прям по душе, была мне понятна. о плодородии почвы, очень много, вот качество плодородия почвы, они там на виноградных, из винограда добывалась такая, такая субстанция, которая вообще ни на что не похожая, но она была вся с генами, генами роста и развития, и на нашей ютере, на нашем гумусе, из вот этой вот субстанции, то есть это не был черенок, это не были семена, и вот из вот этой вот зеленой субстанции вырастал полноценный виноград, который можно было посадить, и он будет сразу в первый же год давать плоды, то есть и вот они вот этот виноград испытывают в условиях космоса, то есть создаются специальные специальные, ай, слово потеряла, в котором создается гравитация, да, и вот в этих вот условиях все это происходит, все испытания происходят вот в этих вот резервуарах, господи, что я слово потеряла, вот, и еще меня очень порадовала новость о том, что в акварели, там где Акотехнопарк, Мариной Горки, сейчас расчищается еще дополнительная территория, на которой будет построен линейный город, маленький в миниатюре, линейный город с горизонтальными небоскребами или с одним горизонтальным небоскребом, ну вот, в котором там тоже будет все испытываться, выращиваться, и мы так пошутили, когда экскурсовод нам рассказывал, показал даже территорию, мы таки пошутили, говорим, а можно на очередь встать, записаться на очередь, на квартиру, чтобы в этом доме купить себе квартиру, потому что это будет на берегу вот этого царь-озера, который откопали от большого озера, дополнительно выкопали, сделали их совмещенными, вот, и в которой вот плавает белога, была очень интересная экскурсия для всех делегатов конференции, нам показали, прямо на машине провезли по всей территории, пешком ее невозможно обойти, очень порадовало, очень порадовало, что все работает, все строится, наши сады, которые мы сажали с именными деревьями, так сказать, сады инвесторов, они находятся на территории экотехнопарка, но на территории хозяйства находится тоже огромная территория садов, с шикарными вообще деревьями, они крохотные, к сожалению, я не сообразила поставить вам фотографию, что меня поразило, это маленькое крохотное дерево, яблонька, усыпано было так яблоками, что казалось, что оно сейчас сломается, и нам сказали, да, подходите, сорвите себе, можете себе нарвать немножечко, пожалуйста, с собой увезти, что мы сделали, там по 5-6 яблок мы с собой увезли, сливы огромные, груши огромные, сочные, сладкие, то есть все, что там выращивается, просто, ну, просто такое, божья благодать, вот, на самой конференции Анатолий Дартович не присутствовал лично, но он был из Шарджи, из Дубая, скорее всего, хотя, может быть, даже это было из Шарджи, потому что он в Акадоме, он был всегда на прямой связи, на видеосвязи, он делал два больших доклада, потом много раз включался, отвечал на вопросы, то есть реально была очень хорошая конференция, очень теплая атмосфера, вот, что в очередной раз говорит о том, что все у нас хорошо, мы на правильном пути, мы в правильное время, в правильном месте, и дай Бог ему сил, Анатолию Дартовичу, здоровья, чтобы он увидел осуществление всех своих проектов, то, что он верит, знает и уверен, что оно все осуществится, это одно, но то, что очень хотелось бы, чтобы он это увидел сам лично, это совсем другое, вот, поэтому я благодарю всех вас, за то, что были со мной на этом вебинаре, и до новых встреч в октябре, желаю вам всем хорошего вечера, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok